Триконфлекс Пирожата, с вами Старпёр, продолжаю проходить ангелов смерти, и у нас следующее наказание на очереди. Слушайте, раз вы уже еще точнее здесь, спрошу еще раз, как насчет провести остаток жизни в тюрьме? Я тебе уже говорил, не собираюсь я туда, вот уж пристала. В любом случае, я знаю, что это не лучшая идея, так что хватит спрашивать одно и то же. Ох, никак его не заманить. Значит, вы не станете орудием для развлечения? Да-да, орудия, это я про вас говорю. Каждый раз, когда на вас смотрю, аж смеяться хочется. Слышала, вы дали друг другу странное обещание. Обещание основано лишь на своем эгоистичном желании. Кажется, будто ваши желания совпадают, но на самом деле вы лишь орудия друг для друга. Кто-то же из вас действительно орудия, кто же? А ты сейчас про что? Ох, неужели не понимаешь? Ну и ладно, видимо, поэтому ты преступник. А знаешь, такие преступники мне даже нравятся. Дурочки тоже по-своему милые, да, Зак? Что ж, желаю насладиться следующим наказанием. Это кто здесь, дурак? Орудия? Как же меня все бесит? Зак? Лучше сейчас не говори со мной, идем. Немножко задело его. За железной решеткой есть проход. Возможно, это коридор мы видели, когда попали сюда. Возможно. В чем дело? Кажется, я слышу чей-то голос. Внутри камеры темно, ничего не видно. Пахнет какой-то гнилью. Тут на всех камерах так написано, кроме одной. Эй, не тормози. Но голос. Опять. А, в чем дело? Что-то шевелится. Похоже на человеческую руку. На руку? Жизнь до самой смерти, да? Я просто наступила, она уже развалилась. В каком же плачевном он состоянии? Вот что тебя ждет, если выбери жизнь до самой смерти. Вот во что ты превратишься. Это даже орудие мне назвать. Оказывается, есть глупцы покрупнее, чем я. Забудь о нем, он все равно умрет. Он уже мертв. А? Вот как. Пошли, не будем тратить время на разную ерунду. Угу. Ну и здесь другое написано. Виднеется красно-черный силуэт, уже неподвижный. Что у нас тут, а? Что? Из-за темноты плохо видно, но пол какой-то подозрительный. Конечно же, любой монолог начинается с смеха. Привет, добро пожаловать. Как же далеко у вас получилось зайти? Как видите, если упадете, попадете в тлеющий котел, где сразу умрете. Тем не менее, не стоит переживать, ведь у вас есть только два пути. Они ведут к разным выходам, но, думаю, без разницы, какой путь выбрать. Ведь в конце любого пути вас ждет новое наказание, верно? Ну, как поступите? Так или иначе, у вас же двое. Не пора ли попрощаться друг с другом? Ваши обещания друг друга выглядят, да, смешного, бессмысленным. Не думаю, что это справедливое обещание, в конце концов, ты все равно умрешь. Ну и ладно, как бы там ни было, вы не сможете пройти вдвоем. Ха-ха-ха, удачу, не терпится увидеть, кто же будет наказан. Немножечко я раскипал ее фразочку, но общую идею, думаю, вы уловили. И черт хватит, говорит, загадками, когда мы уже выберемся отсюда. А-а-а, как же меня все бесит. Эта стерва ржет, как лошадь, будет бы побыстрее прикончить ее. Эй, ты чего опять зависла? Не только ее, как только выберемся, меня тоже убей. А-а-а, 5-25! Просто мне кажется, что ты не собираешься меня убивать. Так ведь у тебя такое скучное лицо, и вообще наше обещание вступит действие, когда выберемся отсюда. Да, я понимаю. Ты уж постарайся что-то сделать с этим кукольным лицом, а заодно прекращай уже эти нудные разговоры. Да, но обещание есть обещание, не приказывай мне здесь. Ладно, прости меня. Пошли. Оп. Эй, в чем дело? Эта веревочная лестница вот-вот порвется. Мы не взберемся по ней вдвоем, я даже не уверен, выдержит ли она меня. А? Одна собралась сбежать? Не знаю, как быть, поищем другой путь? На той стороне тоже есть проход. Если подпрыгнуть, получится перелезть. Такое расстояние я не достану, даже если подпрыгну. Эээ, вот черт, тебя опять подбросить. Ты сможешь подбросить меня так, чтобы я приземлилась на полу? Если помахнусь, ты полетишь прямо вниз головой. Я не мастер в этом деле, не уверен, что смогу правильно рассчитать силу. Тогда лучше не надо. Ну и что делать? Мы не можем торчать на одном месте. Нам придется разделиться. А? Ты так спокойно пойдешь одна? Не знаю. Не знает она, если ты умрешь. Есть и другое предложение. Ну все. Ладно уже, ерунду спросил. Иди уже быстрее. Как вы понимаете, конечно же, все здесь не просто так должно получиться. Пистолет! Постараюсь перелезть, чтобы не задеть. Оп. 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 Главное не торопиться. Оп. И все. С горем пополам прошла. Зак, а ты? Вот Зака сейчас будет немножко более геморрой и долго переводить. Ну это мы с тобой на экране отображаемся. Ну во многом потому, что очень много будет болтовни. Эй, опять пистолет. Попереду батьки в пекло не лезь. Или помирать собралась. Хотя бессмысленно думать о таких пустяках. Для начала я должен подпрыгнуть и попасть на другую сторону. Что же это? Куда лучше прыгать? А вот блин, не парься, как туда приземлишься. Тупик. Черт, на таком расстоянии я не могу. Блин, куда же идти? Зак, вернись. А? В чем дело? Я вижу тебя через экран телевизора. Я проведу тебя, но ты должен следовать моим указаниям. Зак? Ладно, вернуться значит вернуться. Да, делай как я говорю. Достало уже, я и так вернусь, не надо повторять. Ясно. Придется вернуться. Право и вниз. Зак, вправо и вниз. Я же сказал, сейчас вернусь, хватит указывать. А, все-таки не сюда. Это он сам пропрыгнул, если что? А, вот счет. Вправо и вниз. Ура. Ой, не, не, подожди, я перепутал. Зак, прямо вниз. Я так и собирался сделать. Зак, как вернешься, сделай четыре шага влево и подпрыгни на верхний этаж. Зак? Да, да. Ну, он реально достает. Затем прыгни вверх и влево. Оттуда опять вверх. Я так, понятно, другого пути нет, кроме как вверх. Я вижу тебя на экране, думаю, будет быстрее, если я проведу тебя. Если ты не берешься, у меня будут проблемы. Я не пешка в игре, так что не надо двигать меня, как тебе вздумается. Вот и все. Эй. Зак? Кажется, здесь и там есть две двери. Да, похоже на то. Что будем делать? Я не знаю, остается только войти. У тебя как-то лицо потускнело, это случайно не действие ядовитого газа? Все хорошо, за это не беспокойся. Ладно, пошли дальше. Да, давай, я стараюсь. Да знаю я, ты хочешь умереть, да? Ну, реально достало, ну. Взбесило меня. Наверное, это все-таки не Зак должен был говорить. Точнее, не Рейчел, а Зак. Зак был в той комнате за решеткой. Зак, это комната? Заперта на ключ, внутри только шприц. Что же она хочет, чтобы мы сделали? Если в кого-то содержимое, Зак начнет заплетаться. Шприц, надо взглянуть на него. Шприц с каким-то лекарством. Игла острые выглядят как настоящие. Интересно, что это за лекарство? Привет, рада лично познакомиться. Кэти Кэтрин Уорд. Вот это да, мы оба здесь. Кажется, комната переполнена. Чувствую я, вижу кое-что интересное. Эй, чертова садистка, что теперь? Зак, ты совсем не меняешься. Как можно так разговаривать со столь красивой девушкой? Понимаю, это место наводит страх. Заткнись, давай спускайся, я прикончу тебя. Вот дурачок, что ты такое говоришь? Ведь и здесь только мы. Что нам нужно сделать? Эй, Рэйчел Гарнер, как ты думаешь, для чего нужен шприц? Сделать укол и ввести лекарство в организм? В яблочко! Дверь откроется, если вы сделаете себе инъекцию. Только в одном шприце витамины, а в другом очень опасный препарат. Очень сильный препарат, который заставит страдать вас от кошмаров. Может быть, вы даже не очнетесь. Эй, где какой шприц? Не скажу, забыла я. Изначально я планировал эту комнату, чтобы проверить вашу удачу. Чтобы попасть в эту комнату было два пути, верно? Если повезет, получишь витамины. Если нет, опасный препарат. Такая вот проверочка на удачу. Но я никак не ожидала, что вы доберетесь сюда вдвоем. Все ты знала, что так произойдет. Ой, какая невоспитанная девчонка. Смышленная, но и только. Я наблюдала за тобой, и все-таки Зак прав. Ты такая скучная. Все, надоели эти глупые разговоры. Поскольку вас двое, придумаю для вас особое правило. Вы можете поменяться шприцами или наоборот. Кто-то сделает себе сразу два укола. Введите все до последних каплей хорошо. А слушайте, если вас ждут вечные наказания. Второго шалонца выбраться отсюда не будет. Итак, преступнички, желаю вам удачи. У нее есть стиль вот этого. Согласитесь, не отнять. Зак. Эй, принеси мне шприц. Да, держи, братан. Вообще не вопрос. Забирай. Вот, принесла. Эй! Ты можешь понять, в котором из них опасный препарат? Не-а. Да уж и я не пойму. Что же делать? Я не собираюсь здесь подыхать. Не позволю этой стерве убить меня. Давай я вколю себе оба. Ты что, думаешь, тебе ничего после этого не будет? Не знаю. Тогда сам себе вколешь. Знаешь же, что не хочу. Поскольку мы не знаем, где что, думаю, лучше, если мы будем знать, на кого препарат подействует. Если ты не хочешь, придется мне. Только не знаю, что будет потом. Не знает она. А что, если ты умрешь? Что будет? Да, я говорю, что будет, если ты или я умрем. Наше обещание не исполнится. Только вот... Я не знаю. Прости, я не знаю. Да, я забыл. Ты же так помереть хочешь. Вот глупость просил. Глупость. Это серво права. Мы всего лишь орудия друг для друга. Ну, не знаю, в чем я там поклялся богу. Возможно, ты рада будешь любой смерти, но вот я... Эй, слышишь, ты можешь сделать лицо получше, хотя бы когда хочешь умереть? Как унизительно какая-то кукла использует меня как орудие. Но знаешь, сейчас я не собираюсь идти у нее на поводу. Мы еще не выбрались. Поэтому я позволю использовать себя как орудие. Что? Дай сюда. Стой, это же мой шприц. Да заткнись, если есть возражения, то предлагай альтернативу. Да, но... Это довольно сильный препарат, но не яд же, верно? Если я умру от этого препарата, то ты и подавно умерла бы. Поэтому лучше, если я введу его. Подожди. Не могу... Подожди. Не могу ждать. Дверь открылась. Все, пошли отсюда. Ну пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Черт, голова кружится. Хватит мелькать у меня в голове. Давай быстрее, ну. Это тот ужастик, который мужик смотрел. Маньяк с топором. Качество, конечно, мое почтение. Да, базар 0 прям. Ну, идея, я думаю, вам ясна. Что это? Вот что надо сделать. Зак, Зак, ты в порядке? Что с тобой? Убить, хочу убить тебя, хочу убить. Кажется, сейчас рвусь с катушек. А? Я не против. Вот как, вот как можно, да? Ну, тебя это устраивает? А, че? Ты еще не выбрался отсюда. И у меня ведь до сих пор скучное лицо, верно? Ты пытаешься мне этим напугать, а? Нет. Ты сам решил поклясться богу, поэтому это и твое обещание тоже. Я не буду сейчас тебе приказывать или умолять тебя, а только спрошу. Зак, тебя это устраивает? Дурочка ты. Какое бы скучное лицо у тебя не было сейчас, мне трудно сдержаться, чтобы не убить тебя. Если бы я умел держать тебя в руках, я не оказался бы в этом месте. Но я терпеть не могу ложь. Ты понимаешь, что это значит? Да. Умничка, поэтому прошу тебя. Только сейчас. Не дай мне убить тебя. Текаем. Только сейчас я не позволю себя убить. Надо бежать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну тут можно было долго бегать, но я знаю, где выход. А, тупик? Ай-яй-яй! Она-яй-яй. Ай-яй-яй-яй! Привет, удивлена, что вы смогли так далеко зайти. Простите, что прервала ваше веселье на самом интересном месте. Просто эта комната для расстрела не смогла удержаться и выстрелила. Посмотрите, как много стволов сейчас направлено прямо на вас. Качевая муза, пипец. Стой только нажать на кнопку, и они начнут стрелять. Разве это не прекрасно? Я с таким нетерпением жду, чтобы разлучить вас. Особенно тебя, Зак. Ты пример идеального преступника. Ты не в силах контролировать свои порывы, сколько бы ни пытался. Это так завораживает. Заткнись. Зак. Не подходи, я убью тебя. Вы только посмотрите. Я думала, булят выстрела слегка прояснит твой разум. А вот что имеем. Сдержаться. Никак не можешь, да? Ну что ж, Рэйчел Гарднер. Дам тебе вот это. Теперь вы в одинаковых условиях, верно? Так, поубивайте же друг друга. Для того, кто выживет, ждет еще более прекрасное наказание. Тогда есть ли смысл вообще это делать? Прекрати, какая ты все-таки скучная. Зачем вообще искать какой-то смысл? Думаешь, от этого что-то изменится? Разве есть какой-то отолк в деяниях преступников? Поэтому незачем искать в этом смысл. Давайте уже, покажите мне интересное шоу. Не стрелять. Может быть, боишься спустить курок? Никак не можешь выйти из образа скучной девчонки. Я в прошлый раз не стрелял, и сейчас не буду. Собралась стрелять, стреляй быстрее. Не стрелять. Стреляй, я не смогу сдержать себя. Не стрелять. Не стрелять. Я не буду стрелять. Вот как. А мне уж не втерпешь убить тебя. Прости. Тебе придется убить меня. Даже такую скучную. Да, ты права, мне этого реально не хватает. Да, ты права, от этого мне реально хреново станет. Я же сказал, собралась стрелять. Стреляй, с такой расстоянием точно не промахнешься. Я не буду стрелять в тебя. Ты говоришь такое в данной ситуации. Ну, конечно, ты же и так помереть хотела. Да, но дело в другом. Это мой выбор. Ты можешь убить меня, но... Я не позволю. Я не позволю, чтобы все шло по ее плану. Я не буду этого делать. Ведь... Я... Ты... Мы не орудия. Убить или быть убитым. Это наш с тобой выбор. Ой, не смеши меня такими разговорами сейчас. Блин, не могу больше терпеть. Ну же, хотя бы попробуй улыбнуться, живая. Что за жалкая попытка у тебя? Реально мертвые глаза. Эх, если бы ты только могла улыбнуться, это было бы волшебно. Как представлю, что убиваю тебя такое, расплываюсь в самой прекрасной улыбке. В такой прекрасной, что и сам себя убить не против. Тот же выход. Зак! Что? Да, как отвратительно. Была ошибка считать тебя примерным. Ричал Гарднер. Не будешь из него преступник. Айзек Фостер оказался настолько глуп, что не справился с желанием и убил самого себя. Какое разочарование. Ох, как быть. Ты испортил мой план. Ты впрямь скучная до мозга костей, Ричал. Не помню, чтобы у тебя было право решать это. Наказывать тебя мне совсем не в радость. Это мучение, Ричал. Я бы предпочла, чтобы это был Зак. Ему бы куда больше пошло быть изречеченным пулями. А ты не можешь даже турбок спустить. Не будешь ли из тебя преступник. Слушай, как ты вообще смогла сюда добраться? Что поделаешь, сколько смертной нам придется тебя расстрелять. Не может быть, ты живой. Не могу поверить. Ты действительно чудовище. Потрясающе. Ты убьешь его? Да, кто же еще сможет нагазать такого потрясающего преступника, если не я? Остановись. Думаешь, сейчас можешь выстрелить? Я тебя расстрою. Этот пистолет все равно не был заряжен. Я и так знала, что такая некудочная преступница как ты не смогла бы выстрелить. Но мне понравилось, что ты осмелилась наставить у меня пистолет. Раз уж такое дело, я продлю тебе жизнь, чтобы наказать, когда тебе станет лучше. Тоже эта маленькая девочка справа? Нет. Я не дам тебе убить его. Ведь только Зак может убить меня. Пистолет? Откуда он у тебя? Бам... Что? Где ты достала пистолет? Продажная девка наконец показала свое истинное лицо. Отлично, мелкая преступница. Теперь я буду судить тебя. Буду судить тебя. Я накажу дьявола, скрывающегося под этим равнодушным личиком. Захлопнись. Не надо было корчить такой счастливой рожек, когда тебя уже подстрелили, чертова садистка. Мне так захотелось тебя убить. Убить. Что я аж в себя пришел. Не может быть. Ты еще как может, открой глаза. Такие запилы прям нюморны. Музыка здесь клевая в игре. Нежно ты уже заснула. Зак. Руки и живот сильно порезаны. Красный пистолет, пуль нет. Все, больше ничего. Подойди к Заку. Зак, ты в порядке? Живот болит, а ты как думала? Зак, ты выглядел таким счастливым, когда вспорол себе живот? Че? Только не надо меня сравнивать с той чокнутой с адамазохисткой. Ты просто подумал, лучше уж так, чем убить тебя с таким скончным лицом, а потом быть убитым этой тюремщицей. Ты вообще видела ее лицо? Да. Это был просто шедевр. Ты отлично справилась. Благодаря тебе мне уже намного лучше. Правда? Ну, живот еще немного болит, но это пустяки. Ладно, пошли. С тобой точно все в порядке? Че? Я же сказал, пустяки. Ну, ладно. Смотри, не переусердствуй. Заткнись, лучше о себе беспокойся. Так. Че за... Какие-то фрезы? Много кнопок, похоже на механизм управления этажом. Дверь заперта. Серьезно, что ли? Вот это она дотошная. Да. Эй, что будем делать? Думаю, мы сможем открыть дверь с помощью этого устройства. Много кнопок, похоже на механизм. Видеонаблюдение за каждой комнатой, распределение видеосигналов, активация лужика. А, нашла. Кнопка открытия-закрытия двери. Мне лень же ей было заморачиваться с этими механизмами. Вот, есть переключатель лифта. За одной дверью лифта открою. О, открывай, открывай. Думаю, дверь открылась. Отлично, молодец. Ну же, идем. А? Куда ведет этот коридор? Не знаю. Да какая разница? А, припоминаю это место. Мы здесь были в самом начале. А, что, издевалась над нами? Я сама была так близко? Ну и ладно, я уже прикончил ее. Кажется, там была еще одна закрытая дверь. Думаю, она как раз ведет к лифту. Ох, не верится, наконец-то мы выберемся отсюда. И вот сюда нам надо дверь открыта. Дабы дверь открыть сию, назови имя Господу свое. Коль в твоей жизни нету лжи, имя свое назови. Не таи. Познай себя, каков ты есть. Но знай, грешники здесь нужны. Эй, долго еще читать это будешь? Что-то интересно написано? Нет, не особо. Ну и зачем так пристально уставилась в стену? Прости, все хорошо, можем идти. И вот здесь интересный момент, короче. Здесь вот нужно вставить табличку в эту выемку. Ну, именную табличку. С именем, ну, когда нас фоткали. А здесь написано имя Господу назови свое, чтобы дальше пройти. Когда вставляешь табличку с именем Рейчел Гарднер, лифт не открывается. Что заставляет меня думать. Эй, это имя написано? Да, да. И какая из них? Забудь. Что заставляет меня думать о том, что это, ну, что имя Рейчел Гарднер не настоящее, ну, исключительно подозрения, не открываются. Добрались же сюда, и такой облом. Эй, а что с этим устройством? Разве ты не открыла двери лифта? А, я не видел на том устройстве переключатель лифта. Надо подумать. Окей, размышления это по твоей части. Назови имя Господу свое. На именных табличках написаны имена. Они как раз подходят по размеру с выемкой в стене. Две таблички на них, мое имя и Зака. Ну вот, вставляем Рейчел. Ничего. Может, она действительно не Рейчел. Не подходит ни та табличка. Ну, или какой-то другой смысл в этом месте, что, ну, очевидно. Тогда это должно сработать. Эй, это одна табличка-то осталась? Угу. Я выброшу эту, что осталось, уверена? Да. Она мне больше не пригодится. Ну, в общем, а Айзека сработало бы. Очень подозрительно. О, двери открылись. Поехали. Подожди. Эй, Рей. Ты здорово справилась. Ну, ты о чем? Ну как? Ты же выстрелила в эту неадекватную стерву. Это было действительно круто. Да. Эй, Рей. Зачем ты вообще сюда пришла? Ну. Я была на месте преступления. Пришла на прием к психотерапевту. Как очнулась, оказалась на самом нижнем уровне. Че, нифига не понятно. Угу. Хм. Кстати, тот пистолет. Его же не та стерва оставила. Откуда он у тебя? Это мой пистолет. Ты где вообще его достать умудрилась? В моей сумочке он был завернут в платок. Он всегда со мной с тех пор, как я оказалась на месте преступления. Тогда почему ты не использовала его с самого начала? Я не могу убить тебя. Бог не простит мне такой поступок. Дело не только в этом. Меня убить можешь только ты. Не могу понять, ты умная или совсем глупая. Ладно, неважно. Как бы там ни было, подстрелить ее было правильным решением. Стоит вспомнить. На смех пробирает. Ты выбрала идеальный момент. Смотрю, ты в хорошем настроении. Вроде того. Ты ведь тоже, да? Да. Приехали. Зак? Зак! Вот и все. Второй эпизод, ребят, завершен. Смерть Юзака. Ну, возможно, он не умер. Это же Аняме. Аняме. Так что далеко не факт, что он умер, как вы понимаете. Но шанс есть. В любом случае, следующий эпизод мы начнем уже в следующем выпуске. Будет третий из четырех. Вероятно, тоже будет развить на два выпуска. Потому что, ну, до этого все хорошо. По два выпуска билось. Так что увидимся в следующем эпизоде. Спасибо большое, что досмотрели до конца этот. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в клуб горячих пирожков. Залетайте в телегу Дискорд, чтобы пообщаться. Все ссылки и инфа в закрепленном комментарии под видео. С вами был Старпер. Всем счастливо.